Девочка-пай 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 Надеюсь, вас этот танец разбудил точно так же, как меня. Для вас выступал заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль народного танца «Сибирские узоры», который привез совсем недавно гран-при с Всемирного конкурса народного танца, друзья мои. Вот такие вот дела. И сейчас мы бы хотели поподробнее поговорить с руководителями коллектива, обсудить, так сказать, поездочку. У нас в гостях художественный руководитель Ирина Овечкина и педагог-хореограф Всеволод Шкаровский. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, это было круто. Первое, что я смотрел, когда танцевали девчонки и парни, это костюмы. Это прям, прям, ладно. Это мое личное впечатление. Расскажите свои впечатления от поездки, как съездили. Где были? Вернулись мы 5 октября с конкурса из Южной Кореи. Конкурс, это считается, входит в десятку лучших конкурсов мира. В конкурсе участвовало 20 стран. Ну, еще столько же было членов жюри, чьи коллективы не участвовали в конкурсе. Это было, наверное, условие такое организаторов. Вот, впервые мы столкнулись со странами Бразилии, Аргентины. Ни разу не видели их на конкурсах. Ну, также были старые наши знакомые Китай. Вот. Ты никогда не видел китайские народные танцы? И корейские тоже никогда не видел. Ну, я думаю, сейчас поговорим об этом. Расскажите, как проходил конкурс? Я так понимаю, это вот часть номера, то, что мы видели. Да, вот этот кусочек небольшой мы исполняли на параде, который входил тоже в конкурс. Оценивали его отдельно, где мы тоже взяли первое место. Вот. Очень интересный конкурс. Надо было идти по городу, по большой площади, останавливаться на остановках, которые отмечены, где очень много народу, и в том числе члены жюри сидят. Они оценивали каждую нашу остановочку, потом все это суммировалось, и в результате выносилось место. То есть несколько остановок было? Да. То есть коллектив шел-шел-шел, танцевал? Ну, заиграла наша музыка, мы должны быстро включиться, станцевать и дальше идти, махать руками, улыбаться и радоваться. Слушайте, я уж народный танц и дикой выносливость, а несколько раз и танцевать постоянно на каждой остановке, это вообще, мне кажется, отдельное. Сам конкурс состоял из трех этапов, двух полуфиналов и финалов. Проходило на очень большой сцене, много зрителей было. Ну, зал был рассчитан на 4 тысячи мест, такой аудиторию мы тоже встретили впервые, сколько мы не ездим. Как танцоры-то отреагировали? Как такая большая сцена, такой большой зал? Замечательно. Чем больше зрителей, тем больше эмоций. Проще танцуются? Конечно. Конечно, проще. Ну, для них, в принципе, встреча с артистами и коллективами таких стран была как... Очень колоритное представительство, было интересно посмотреть, как танцуют другие страны. Опять же, страны Латинской Америки, страны Северной Америки, США приезжала, Англия представлена, Северная Иландия была, ну и страны Востока, естественно... Зимия замечательная страна, у них постоянно карнавал. А, то есть, они и в этом же формате выступали, да? Конечно, да, 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 да. Это и есть их танец. Ну, то есть, это вот народное творчество? Ну, Малайзия тоже, мы впервые увидели эту страну на сцене. Мы были в восторге. Да, в восторге. В восторге. Монголия. Красиво. Замечательная коллектива. Мы забыли с вами про турков, которые вместе с вами разделили гран-при, с чем они выступали? Ну, они тоже показывали свои народные танцы, вот, разделили мы с ними гран-при, в принципе, и они рады, и мы рады, да? Потому что мы еще там с ними подружились. Очень большой, сильный коллектив. Большой, да, взрослый, сильный коллектив. А сколько человек всего ездило от, собственно, ансамбля «Сибирские узоры»? От нас ездило 26 человек, 18 исполнителей, ну, танцоров, и 8 – это наш ансамбль народных инструментов, под руководством Сергея Шатилова, нашего замечательного концертмейстера. А кто-то еще выступал под живую музыку, под живой аккомпанемент, или? Да, 50% участников выступали под живой аккомпанемент, это приветствуется в таких конкурсах. А это как-то сказывается на баллы, или? Да, да, это было, можно сказать, даже условие, потому что в положении это оговаривалось, что приоритет отдается коллективам, которые исполняют под живую музыку. Все-таки вернусь к костюмам, хотелось бы спросить. Я так понимаю, это вот специально подготовленные для конкурса костюмы, или вот специально определенные, так скажем, да? Это определенный, традиционный, сибирский наш костюм. То есть, но при всем при этом… Сибирская праздничная – это наша. Но при всем при этом он такой слегка осовремененный, или это же классика, вот, скажем, народная? Ну, это не фартлёрный костюм, который был в пол, традиционный. Это сценический вариант, но такой классичный, классический сценический вариант костюма. А в чем танцевали китайцы? О, китайцы нас в этот раз очень сильно удивили. Нет, они костюм облегчили, насколько это возможно. Какой же паку облегенов? Был прикрыт низ, полностью открыт вверх. Ну, мы очень удивились. У них такое было шоу, в общем-то, стилизация была. Это вот Китай и Бразилия – это, пожалуй, две страны, которые народный танец представили как стилизованный. Все остальное было очень близко к фольклору у всех остальных коллективов. Ну, а, кстати, в этом плане, вот все-таки будущее народного танца именно идет вот в классике, в том варианте, в котором он был, или же все-таки в стилизации, скажем, формате, в осовременивании, если можно это так назвать? Ну, ну, народный танец, он, конечно, берет свои истоки из фольклора, и на сцену выносится это уже обработанный вариант, сценический. Ну, не за стилизацией будущее, мы оставляем традиционную основу, иначе просто культура погибнет наша. Ну, а, кстати говоря, все-таки 20 стран, 20 абсолютно разных стилей танца, 20, ну, вот то, чего, мне кажется, нельзя сравнить. Как это все-таки оценивалось, как это сравнивалось? Ну, нам было жалко членов жюри, правда, мы не понимали, как это они делают, вот, в полуфинале было немножко понятно, что они сразу выставляли баллы, тут же девушки пробегали, у них забирали эти баллы, чтобы они, не дай бог, не передумали, то есть все это потом, наверное, суммировалось как-то, и потом выносилось те, кто прошел в финал, и так вот дальше, да. Финал членов жюри у нас вообще очень далеко посадили, и потом они, мы целое, в течение, наверное, часа, да, ждали результатов, вот, потому что гран-при должен был быть один, а получилось, что мы с турецким коллективом разделили его, вот, ну, видно, вот это долго так и решали. Ну, как они все это решали, вот, честно, их было жалко. Но из них, и никто, вот, из тех членов жюри, которые были, не представлял, да, танцевали коллективов, не было? Нет. А в следующем году, я так понимаю, будут меняться местами, да, это все делали? Возможно, возможно, потому что в том году с Россией коллективы не ездили туда, ну, как раз членов жюри нам говорили, что были в жюри. Помимо этого, еще там проходил конгресс, который по сохранению народных традиций, всемирные тоже, вот, и этому были дополнительно посвящены концерты. То есть это отдельные темы для поддержания, так скажем, национальных культур, да? Да. А вот, наверное, немножко назад отмотаем, как получилось так, что вот сибирские узоры всех, в России, собственно, на родине, среди народников всех раз и поехали в Корею на большой конкурс? Ну, мы сами были удивлены, когда получили приглашение от Государственного дома народного творчества. То есть это было общим решением решено, никаких конкурсов не проходило? Нет, нас пригласили, пришло нам приглашение в Министерство культуры области, и мы сказали да. Кстати, мы забыли упомянуть еще о парном танце, да, был представлен, который тоже завоевал призовое место. Что это был за танец? Дуэт был, представляли традиционные инструменты, баян и балалайку. Ребята выступили очень достойно, ну и в связи с этим завоевали победу. Стали победителем, да. А, кстати, как другие страны относятся вот к нашим народным инструментам? Не смотрели? Ну, реакции там на баян, балалайку и на все остальное? Очень замечательно, особенно балалайки, они прям пытались подержать ее, посчитать струны, замечательно относятся. Ну, надо сказать, что в дуэтном танце было представлено 50% корейских коллективов, остальные приезжие. И в финал вышло всего три приезжих коллектива и семь корейских, а в призерах оказались только мы из приезжих ансамблей. То есть, мне кажется, отдельная победа. Слушайте, ну, это прям надо было подробнее об этом разговаривать. Но время у нас подходит к отцу, на самом деле, я нисколько не удивлен. Вот честно скажу, все-таки наш русский народный танец самый лучший, самый красочный и самый эмоциональный. Ну, а у нас сегодня в гостях были, напомню, номер от заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации, ансамбля народного танца «Сибирские узоры». Ну, и общались мы с художественным руководителем Ириной Овечкиной и педагогом-хореографом Всеволодом Шкаровским. Спасибо вам большое и дальнейших побед. Спасибо. До свидания.